Дорогие друзья, я с трепетом представляю вам работы Криса Кукси. В общем, он произвел однажды на меня просто неизгладимое впечатление. Я еще ни с кем не делилась этой информацией, о его искусстве. Вы моя первая аудитория в этом смысле. Я очень рада. Начну с некоторых отзывов его больших фанатов, среди них Гильермо Дель Туретт. Вот так, очень удачно. Просто его процитирую. Он его называет постиндустриальным мастером рок-ко-ко. Вот так. Который одержимо оформляет персонажей и архитектура с изысканным чувством драмы. А вместо камней и снарядов он использует кричащих пластиковых солдат, миниатюрные блоки двигателя, возвышающиеся шпили зданий, разный мусор, чтобы сформировать свои наземные ландшафты. Он политический, он духовный, создает материальный конфликт. Внутри есть святынь, разворачивающаяся под спокойным взглядом далеких божеств и величественных скульптур. Кукси вызывает и святилища, и мавзолей для нашего задохнувшегося духа. Еще один отзыв про Кукси, это из Лос-Анджелес Таймс. Барочные кондитерские изделия, прикольно он написал, кондитерские изделия у Кукси, рассматривает историю как изначальный суп, бурлящую пушу захватывающих моментов, эпических трагедий, которые не только находят отклик в душе, но и вызывают всевозможные эмоции, хорошие, плохие и другие. Собственно говоря, моя презентация будет состоять из непрерывных слайдов, разномасштабных. Я просто вам буду зачитывать текст его биографии, которую я перевела с английского. Это какие-то цитаты и в том числе смесь отзывов. В общем-то, вся основная интересная информация о нем. Ну что ж, скульптура висит на стене. Раскедистый мир, предупреждение, откровение, видение коллективной души. Издалека композиция является поразительной, а формально сбалансированной и игровой, но сдержанный и грациозный. Он манит, втягивает зрителя в кубницу смысла и в его историю, которая раскрывается и обнаруживается в ассортименте изобретенной иконографии. В скульптуре есть все и воображаемые завоевания, секса, смерть, полная гибель героя, пристальный взгляд, изобвение. Трагические персонажи, вновь переживающие ошибки, которые человечество продолжает совершать. Это квест, видение, воин, пророк, мистик, ребенок. Все архетипы, к которым можно привязаться, спроецировать на себя. Архетипы, которые замусоривают историю, но продолжают очаровывать в разных контекстах. Собственно, каждая скульптура представляет собой совершенно новую основу для чего-то, что кажется очень знакомым. И чем ближе зритель двигается, ближе к этой скульптуре, всматривается в нее, тем больше он очаровывается. Сложные детали сборки воплощают жизнь нюансы повествования и становится ясно, что каждая из тысяч частей была выбрана, вовлечена из этого огромного мира материальных объектов и помещена намеренно в контекст скульптуры. Хотя тысячи решений были приняты для одной скульптуры, они объединяются очень ясной барочной гармонией. Ну, я думаю, в общем, вы видите эти слайды, они просто потрясающие, сложно этому противоречить. Крис Кукси полностью сам создает все свои эти, я скажу, это архитектурные скульптуры, это просто настолько сложно, невероятно масштабно и подробно. Это гениально, я просто всегда восхищаюсь. У него это начинается с такой искры идеи в ранние утренние часы, когда будет работа. Некоторые идеи всплывают из его богатой личной истории жизненной, что-то иконоборческое, очень серьезное и нагруженное одновременно парадоксом. Он мельком увидит образ, запечатляет его в уме надолго, чтобы успеть воплотить его в жизнь. Собственно, создание скульптур занимает часы, недели, иногда даже месяцы. Он работает ежедневно по 14-16 часов в день, и ему кажется, что просто вмиг пролетело время. Кропотливо собранные образцы модельного комплекта, литые безделушки, статуэтки, ювелирные изделия и пластиковые животные превращаются во фриз, в такую жуткую амальгаму, которая раскрывает, противостоит и провоцирует систему убеждений зрителя посредством переосмысления знакомых рассказов в новые контексты. Собственно, сам процесс создания скульптур для Криса Пукси, он такой очень ресурсно выкладывающийся, он занимается этим с юных лет. Вообще он родился в 1973 году в Спрингфилде, в штате Миссури. Потом он уехал от своего отца-алкоголика, социально изолировался, в детстве жил в Канзасе. Его мать была занята работой, поддерживала семью из двух братьев, которые старше его лет на 10. А, собственно, креативность Криса Пукси в основном поддерживала его бабуленька, которая делилась с ним всеми канцелярскими принадлежностями в доме, которые были, чтобы он мог рисовать больше, чтобы он мог развить свое воображение. С подавляющим приглушенным окружением Среднего Запада и изоляцией, которая была вызвана социофобией его матери, Крис начал разрабатывать свой богатый внутренний гобелен фантазии и творчества. Вот, и склонность к рисованию у него сильно всплеснула в старших классах. Его поддержал и вдохновлял учитель рисования. Затем Крис Пукси получил степень бакалавра и магистров в области живописи в Государственном университете Форхейта. Его ранняя живопись варьируется от портретной живописи в стиле Караваджо до каких-то психологических, вестеральных работ, которые напоминают, ну, конечно, иронима Босха или Гира. Последние два влияния находят свой путь, как вы видите, в скульптуре. Этого прям чувствуется, этого много. Цитата. Мои ранние картины и смешанные медиаобразы представляют собой вершину открытия меня как художника. Сначала было трудно понять, что я действительно строитель, а не художник. Стоянская скульптура эпохи Возрождения – это то, что вызывает у меня наибольшую признательность и уважение о Бернине, мой главный герой. И как вы видите по всем этим скульптурным композициям, в центре всегда стоит а-ля статуя Бернине. Вот он прямо говорит о своем посыле, о вдохновении. Вот так в центре Бернине и по бокам растекается такой босх. Ну, вот так кажется. После нескольких расширенных семинаров, которые были посвящены техникам старых мастеров Австрии, Германии и Италии, одна из его картин была принята в очень избирательную выставку в Смитсонской национальной портретной галерее. Да, он еще и осигенный художник, но здесь я его картину не показывала. В общем, дальше его отец ломер, и в это время он интенсивно обучался в своей мастерской, и у него настал период переосмысления. Вот как раз, да. Цитата. Функция моей работы связана с темной стороной человеческой психологии. Это больше, чем сильно религиозное воспитание подталкивает Куксик при осмыслении иконографии. Ему нравится идея искажать классическую религиозную скульптуру, потому что это то, что человечество делало всегда. Люди заимствовали богов у других богов. Римляне заменили греческих богов, христиане заменили языческих богов и так далее. Ему нравится создавать каждый последующий шаг, другую параллельную реальность, где он украл у классических религиозных образов и создал новые символы и идолы. Собственно говоря, в этом смысле тут скрывать нечего. Картины Кукси, они похожи на такой ментальный, исторический и религиозный фрактал, в который хочется войти, поменять разрешение картинки, ну что ли рассмотреть это под другой линзой микроскопа, поменять один микроскоп на другой микроскоп, войти туда и бесконечно находиться, осматриваться вокруг, как внутри города, как внутри зданий. На протяжении всей карьеры Кукси и его работы были представлены, в общем-то, в очень многих публикациях, там «Хайфруктоз», «Икопоз», «Уайлд». Искусство привлекало многих государственных и, в общем-то, частных коллекционеров, конечно же. В США, в Европе, в Ближнем Востоке, Австралия, ну, среди его почитателей и приобретателей его клёвых скульптур, там, всякие гендиректоры Nike, всякие артисты, там, Алисия Кис, всякие продюсеры, коллекционеры Зенди Ашер, Шан Паркер, это какой-то соучредитель Фейсбука, что ли, Фред Дёрст, Крис Файтс, Гильермо Дель Тора, Рэндалл Хавард, это пластический хирург, видимо, ну, я бы тоже втянулась на его месте, сложно стоять, Робин Уильямс. Также Крис Кукси сотрудничал со многими частными лицами и компаниями, Саачи, Арт, Nike, Космополитен, Хотел в Лас-Вегасе, Mortal Instruments, City of Bones, это кинокартина какая-то, Виженер, Живанши, Рис Ван Херпен, ну, и всякие аукционы. Сейчас он представлен, в общем-то, в галерее Джошуа Линнера в Нью-Йорке и галерее Марка Мура в Лос-Анджелесе. В настоящее время он, в общем, ему полтинник где-то, он работает, живет за пределами Лоренса, штат Канзас, со своей женой и тремя детьми. Я, если честно, когда смотрю на вот эти просто невероятные скульптуры, мне сложно отвести глаза. Я каждый раз хочу, я не знаю, открыть экран и залезть через экран вовнутрь. Есть такое впечатление, очень... глубокое ощущение, что хочется поменять масштаб и оказаться на каждом уровне в его композиции. И у него всегда вот эти классные противоречивые всякие названия. Например, «Three Disgraces». Вы можете видеть, в общем-то, в центре картины классический сюжет, триграции. Все писали картину триграции, все делали статуи триграции. Это классика жанра. У него три дисгрейсов, три позора. Миллиарды элементов на этих прекрасных девушках. Просто какие-то постоянно меняющиеся масштабы там. Ну, все живое. Ну, в общем, я вам рассказала свои впечатления. Крис Кокси мой номер лан. Я благодарю вас за внимание. Это последний слайд. Если у вас есть какие-то вопросы, задайте мне, пожалуйста, вопросы. -ч exchanger. Спасибо. Спасибо.